Друзья, всем привет! Вы на канале Крым Онлайн. Сегодня по многочисленным вашим просьбам мы снова находимся в Гурзуфе. Сейчас мы с вами прогуляемся по этому живописному поселку и узнаем, сколько же стоит жилье в сезоне 2022 в августе месяце. Ну что, погнали? Друзья, мы сейчас с вами находимся на улице Гурзуфское шоссе 5А. Эта улица находится в другой части набережной, не с той, которую мы обычно вам показываем. Буквально где-то 5 минут спускаемся к пляжу, нашли вот такой вот трех- или четырехэтажный гостевой дом, есть номер, и мы сейчас позвоним, узнаем, сколько стоит здесь жилье. Насколько я вижу, есть места для парковки, большое новое двухэтажное здание, есть балконы, есть кондиционеры. Алло! Алло, здравствуйте! Увидела ваше объявление о сдаче жилья. Да, скажите, пожалуйста, а сейчас в какую цену сдаёте? На двоих взрослых. Да, да, двое взрослых и один ребёнок. Есть ещё дополнительные места? Сейчас свободных нет. Скажите, а в какую стоимость сдаёте примерно? От четырёх тысяч, да? А скажите, какие удобства есть? Ага, все удобства, небольшая кухонька, двухспальная кровать и дом-место, отлично. Я смотрю, тут у вас балконы есть, да? Да, мы возле ВАСТ. Балконы, кондиционеры, всё в каждом номере. Спасибо большое, спасибо. Да, я поняла, поняла. Хорошо, спасибо, хорошего дня. До свидания. В общем, друзья, в этом гостевом доме сейчас, к сожалению, свободных номеров нет. Номера, как мне сказали, сейчас от четырёх тысяч. Есть возможность припарковать автомобиль. В каждом номере есть кондиционер, все удобства, есть небольшая кухонька. Вот такие вот удобства за такие деньги. Пойдём ещё посмотрим, какие есть варианты жилья и какую стоимость. Контакты и геолокации всех вариантов жилья, озвученных в сегодняшнем ролике, вы найдёте в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании. Подписывайтесь. Друзья, гуляя по Гурзуфу, мы дошли до нашего партнёра, бутик-отель, муск-отель. Сейчас мы вам покажем пару номеров. Кстати, для тех, кто не знает, бутик-отель называется такое место, где все номера разные. Поэтому мы решили вам показать именно два номера, потому что каждый номер из них индивидуальный. Мы недавно здесь у них были в ресторане, слушали живую музыку, играл саксофон. Для тех, кто не видел ролик, обязательно посмотрите. А мы сейчас покажем вам номера. Ну что, пойдём? Мы поднялись на второй этаж. Сейчас вам покажем номер 22. Мы вам сейчас покажем номер. Очень светлый, просторный. Рассчитан на четверых человек, то есть большую семью. С левой стороны нас встречает большой двухспальный диван и маленький стол. В углу размещен маленький холодильник и необходимые приборы для приготовления чая и кофе. Дальше у нас стоит большой вместительный шкаф на всю семью. Небольшая вешалка для одежды. Тумбочка и телевизор. Справа у нас размещена тумбочка для личных вещей. Туда можно поставить духи, разные флакончики и всё необходимое по уходу за собой. И справа у нас разместилась большая двухспальная кровать. Есть прикроватные тумбочки и прикроватные маленькие коврики, чтобы вам комфортно было вставать. Очень, мне кажется, красивый вид всё имеет. Приятные оттенки. Мне кажется, комната выполнена со вкусом. И сразу напротив у нас большое панорамное окно с видом на посёлок, море и горы. А теперь давайте вместе с вами посмотрим санузел. Вот, кстати, и он. Слева разместилась просторная большая душевая кабина. Унитаз. Большая раковина. Зеркало. Полотенце. И для всех жителей приготовили одноразовые приборы. И средства личной гигиены. Ну что, друзья, первый номер мы вам показали. Стоимость такого номера сейчас вам обойдётся от 8 тысяч. Это на двоих вместе с завтраком. Если будет ещё дополнительно дети, либо один взрослый человек, то стоимость будет немножко дороже. Друзья, как мы уже сказали, это бутик-отель. Здесь номера все разные. И мы вам сейчас покажем номер, который расположился в другом корпусе. Он только-только освободился. И сразу нам его готовы показать. Номер, который мы сейчас вам покажем, номер 232, находится на третьем этаже. Проходите. Номер полностью белый. Всё новенькое, чистенькое. Смотрите, друзья, сколько света. Нас встречает сразу большая двуспальная кровать, тумбочки. За моей спиной есть небольшой столик. Сюда можно разместить разные маленькие вещички. Есть, кстати, фен. Смотрите, какой большой. Значит, хорошо работает. Есть телефон для связи с ресепшеном. И, конечно же, зеркало. Сейчас посмотрим шкаф. Ого! Вы посмотрите, какой он большой вместительный. Есть дополнительные принадлежности для одного спального места. И, конечно же, для тех, кто здесь будет проживать, приготовили банные халаты. Есть сейф. В углу под телевизором разместился холодильник. Я смотрю, что есть всякие принадлежности для приготовления чая и кофе. И, насколько я вижу, здесь есть ещё менюшечка мини-бара. Ух ты! Ух ты! Вы посмотрите, сколько здесь всего есть. Старый гурзув. Всякие бренди, ещё что-то. Вина, шампанское, соки, орешки. Ну и, конечно же, многое другое. Есть даже небольшая морозильная камера. Ну, в общем, холодильник наполнен. Кстати, первый раз приходим в отель и видим, чтобы наполнил был холодильник. Обычно просто проверяем его наличие и трудоспособность. В общем, друзья, осталось нам с вами посмотреть ванную комнату. Ух ты! Какая она светлая! Я вижу сразу много полотенец, большое зеркало, раковину, одноразовые приборы, туалет. Справа разместилась большая вместительная душевая кабина. Ой, что-то я отвлеклась. Друзья, хотела сказать по стоимости. Стоимость этого номера сейчас от 7000 рублей. Это вместе с завтраком на двоих человек. Соответственно, если будет ещё дополнительный человек, дополнительное место, стоимость немножко увеличивается. Что хотела сказать ещё. Если вы приедете сюда отдыхать, здесь работает трансфер. То есть вас три раза в день смогут вывезти на пляж и забрать обратно. По звонку вы сможете заказать машину и за вами приедут. Здесь, кстати, есть папочка со стоимостью разных услуг и номерами телефонов и паролями от интернета. Очень важно. Также на территории бутик-отеля расположен классный бассейн. Мы сейчас с вами его посмотрим. Это для тех, кто, допустим, в прохладную погоду, либо когда прохладное море, не захочет спускаться. Захочет просто позагорать на территории отеля. Ну что, пойдём посмотрим? Для отдыхающих отеля здесь приготовили удобные лежаки. На каждом лежаке есть полотенце пляжное, есть подушки и мягкие места для отдыха. Возле каждых лежаков есть также небольшие столики, где можно разместить свои напитки, либо взять что-нибудь перекусить. Вы это всё можете заказать в ресторане, и вам сюда всё спустят. Смотрите, какой здесь бассейн. Ну, сейчас нырну. Класс! Как я уже говорила, кстати, в прошлом видео, здесь есть детский клуб, работает он с 18 до 22.00. Вот он здесь возле бассейна размещается. Смотрю, есть отдельная корзинка для грязных полотенец. То есть вам даже не нужно нести полотенце, использованные к себе в номер. Вы можете оставить их здесь. Есть кнопка вызова официанта, если вы захотите что-то здесь себе заказать. И, конечно же, душ. Давайте проверять. Работает? Кстати, очень классный модный слив. Сейчас именно такие вот в тренде. Ну что, друзья, вот такой вот отель мы вам сегодня показали. Надеюсь, вам он понравится. Все ссылки и контакты вы найдёте в нашем телеграм-канале. Так что обязательно переходите по ссылке в описании этого видеоролика. Переходите в наш телеграм-канал. И ждите информацию про все номера, которые мы сегодня вам показали. Ну что, мы пойдём дальше смотреть, что ещё есть в Гурзуфе. Алло. Да, здравствуйте, звонила. Да. Увидела объявление ваше о сдаче жилья. Скажите, пожалуйста, есть свободные номера? Нам двое взрослых, один ребёнок, семья. Есть, да? А в какую цену? От трёх с половиной. Ага, отлично. Скажите, пожалуйста, какие удобства есть в этом номере? А кухня общая? А, своя есть. Ух ты, отлично. А скажите, удобство, кондиционер, всё в номере, да? Есть всё. Ага. А вы говорите, от трёх с половиной. А какие ещё есть, если подороже? Разные? А, у вас разные варианты вообще жилья. За 10 тысяч возле моря? А, апартаменты. Поняла, спасибо большое. Ну, у нас именно гостевой дом этот интересовал. От трёх с половиной, да? А есть парковочка? Угу. Отлично. Хорошо. Ну, я буду иметь в виду, просто сохраню сейчас ваш номер, и если что, перезвоню уже. А так, разные варианты, да? Есть жилья и апартаменты, и гостевые дома. Много. Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Да, сохраню ваш номер. Если что, перезвоню. Спасибо. Отлично. До свидания. В общем, друзья, по этому номеру есть гостевой дом. Ещё парень предлагает разные номера, апартаменты. Так что, есть варианты жилья на любой вкус и кошелёк. В зависимости от количества человек и в зависимости от того, на сколько вы приедете отдыхать. На улице Ленинградская, 30, мы нашли отель под названием Юрзув. Он находится на третьем этаже большого здания. На втором этаже есть столовая для тех, кого заинтересует это место. Можно поселиться и рядом сразу покушать. Администратор любезно согласилась нам показать два свободных номера. Один из них – это трёхместный стандарт. Пойдём посмотрим. Перед нами большой номер стандарт. При входе нас сразу встречает вместительный шкаф, зеркало. Здесь есть всё необходимое. Сушка, дополнительные постельные принадлежности, если вы приедете с ребёнком. Маленький холодильник. И, конечно же, набор необходимой посуды. Слева от меня разместилась плазма. Оснащён он большой двуспальной кроватью, точечным светом над головой, тумбочками и одним дополнительным местом, допустим, для ребёнка. Комната имеет большие панорамные окна с видом на море. Сейчас мы с вами посмотрим ванную комнату. Ванная комната оснащена всем необходимым. Большой вместительный душ, полотенце для ног, имеется свой бойлер, горячая вода круглосуточно, имеется рукомойник, большое зеркало, фен и, конечно же, туалет. Стоимость такого номера сейчас вам придётся в 4 тысячи рублей. Ну что, друзья, пойдём посмотрим ещё один. Пойдёмте посмотрим люкс. Сейчас мы с вами посмотрим двухкомнатный люкс. Он рассчитан как минимум на 4-х человек, либо две семьи. Ух ты, друзья, какая большая просторная комната. Имеется очень много разной мебели. Давайте начнём с этой. Дополнительные места, где можно просто посидеть вечером. Есть холодильник, точечный свет и большой двухспальный диван. Если вы приедете двумя семьями, можно диван расстелить и даже его не застилать. Воспользоваться дополнительными стульчиками и дополнительной мебелью. Имеются панорамные окна, шикарный вид на море. Вы только посмотрите, какая красота. Также в комнате есть вся необходимая мебель для того, чтобы можно было разместить все вещи, с которыми вы приедете. Если вы приедете на длительный срок, вам обязательно нужно будет где-то разместить платье, поставить чемоданы. Я думаю, что всё это можно сделать в этих шкафах. Они очень вместительные. Имеются дополнительные принадлежности для сна, одеяло, подушки и всё необходимое. Пойдёмте посмотрим спальню. В спальне нас встречает двухспальная кровать большая, точечный свет и, конечно же, две тумбочки. В каждой комнате имеется кондиционер и свой шкаф. Ух ты! Набор тремпелей, зеркало и телевизор. Стоимость такого номера на сегодняшний день 5,5 тысяч. Друзья, сейчас мы с вами посмотрим ещё санузел и посмотрим общую комнату, где вы сможете всё приготовить, покушать. Ванная комната оборудована всем необходимым. В углу разместилась очень большая просторная душевая кабина и шкаф для ваших личных вещей. Давайте посмотрим, что там есть. Нам здесь любезно приготовили гладильную доску, утюг и хороший большой фен. Кстати, фен хороший. Ванная комната также оборудована большим зеркалом, точечным светом над зеркалом и большой раковиной. Внизу имеются дополнительные полочки для ваших тюбиков и приспособлений. Сейчас я покажу вам общую кухню. Кстати, знаете, что хотела сказать? Смотрите, какой коридор большой. Здесь можно разместить обувь или, допустим, даже оставить вообще чемоданы. Тут достаточно места для того, чтобы можно было спокойно потом ходить. оп, оп. Закрываем и проходим на кухню. На кухне при входе нас сразу встречают три стола и множество стульев. на кухне. Дальше мы видим очень большую кухню, где разместится сразу несколько человек и можно будет приготовить все необходимое. оснащена кухня. Все выбирайте. Оснащена кухня всей необходимой электроникой и всей необходимой бытовой техникой. Также здесь имеется свой бойлер и общий холодильник. правила этой кухни испачкай и помой. Испачкай и помой. Обязательно испачкай и помой. Испачкал и помой, пролил и вытри, рассыпал и заметил. Вот так вот. Надо дома так повесить. Ребята, кстати, если кто-то заскучает вечерами, здесь есть целая коллекция разных романов. Можно что-нибудь почитать. Дарья Донцова, например, Яблоко Монте-Кристо. Смотрите, какой у меня сразу выбор. Наверное, стоит почитать. Судьба мне подсунула эту книжку. Все, вернусь домой, начну читать. Кто читал, пишите в комментариях. О, вот еще, кстати, номера. Давайте позвоним. Сдаются комфортабельные комнаты. Два, три, четыре, пять мест. Насколько я вижу, есть свой дворик. Номера каждые отделены от друг друга. Есть у каждого свой вход и кондиционер. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, увидела ваше объявление о сдаче жилья. Скажите, а в какую стоимость даете двое взрослых и один ребенок? Пять тысяч, да? Ага, отлично. Скажите, а там свой дворик, да, все есть? Такая закрытая территория. Беседки, барбекю. Скажите, а кухня в каждом номере или одна общая на всех? А у вас вообще без кухонь? Ага. Заказать где-то, да? И такой двухместный пять тысяч. Ага, хорошо, отлично. Скажите, а вот припарковать автомобиль можно будет где-то рядышком? А, на территориях. Отлично, хорошо. Спасибо большое за информацию. А скажите, пожалуйста, еще дальность от моря? Минут пять ходьбы. Все, отлично, хорошо. Спасибо большое, тогда хорошего дня, я сохраню ваш номер, если что, перезвоню. До свидания. В общем, друзья, самая пиковая цена, которую я слышала, пять тысяч рублей, это за двухкомнатный номер. Если есть еще ребенок, то доставляем либо раскладушку, либо какое-то доп. место. Кухни вообще нет ни на территории, ни в номере. Удобство есть, кондиционер есть, есть зона барбеку, но если захотите покушать, это куда-то в кафе. Ну, а мы пошли дальше. Мы уже спустились поближе к набережной и решили пойти искупаться, ведь грех быть в Гурцуфе и не покупаться в море, тем более с такой отличной погодой, как сегодня. Друзья, на этом мы закончим наш сегодняшний видеоролик. Надеюсь, вы поддержите его большим лайком и напишите свое мнение в комментариях по поводу цен и по поводу жилья. Адекватная ли цена за такие условия, которые предлагают. Если вы отдыхали в Гурцуфе, можете написать свой опыт и рассказать, где снимали жилье вы. Ну, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Надеюсь, встретимся в новых видео. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании. Там мы всегда обсуждаем очень интересные темы, помогаем составить интересные маршруты и ответить на самые популярные вопросы. Ну, что, друзья, мы пошли на пляж. До новых встреч. Пока-пока.